Это большие весы. Если вычесть массу техники, которая известна, то получится, что ежедневно сюда привозят порядка 300 тонн мусора со всей Анапы. Здесь его сортируют, отделяя картон, пластик и стекло. На выходе получаются такие вот брикеты. Их отправляют на переработку. Остаются так называемые хвосты, которые природа утилизирует за 7-8 лет. Раньше их оставляли рядом на полигоне, но с весны он закрыт по решению суда. Вот так он будет выглядеть после того, как его пересыпят землей. Владельцы аэропорта Витязева посчитали, что свалка привлекает птиц в масштабах опасных для воздушного движения. При том, что полигон в Анапе появился даже раньше, чем воздушная гавань. Они сосуществовали без малого полвека. Так или иначе, те самые хвосты сегодня отвозят по Добинск. Для этого машине нужно проделать порядка 200 километров туда и обратно. С 1 июля начали действовать новые тарифы для населения. Мера вынужденная. Как говорят представители компании-оператора полигона, для налаживания новой цепочки потребовалось арендовать дополнительные грузовики. Кроме того, на это потребовалось время. Был момент, когда техника стояла в очереди по несколько часов. Сегодня уже удается справляться с пиковыми нагрузками, которые сопровождают курортный сезон. Вдуматься, 170 тысячам жителей Анапы добавилось еще 200 тысяч гостей. Все работает. Очереди у нас на полигоне на сегодняшний день нет. В принципе, на сегодняшний день, в той ситуации, в которой мы сейчас живем, то есть с первого числа, пока глобальных трудностей нет. Глобальных. И пока я их не предвижу. Будем, конечно, стараться, справляться. К нам всегда можно обратиться. Мы оперативно на это реагируем. То есть, если где-то действительно существуют какие-то несанкционированные свалки, мы прежде всего за чистоту нашего города. В 2013 году Анапский полигон прошел все виды лицензирования и все-таки был закрыт по иску коммерческого предприятия. По краевой межмуниципальной схеме новый полигон должен появиться в станице Ворениковской. Но пока региональные власти не нашли инвесторов для его строительства. На сегодняшний день благоприятный выход для муниципалитета – это отсрочка вступления в силу решения суда на период до того момента, когда будет построен межмуниципальный полигон в станице Ворениковской. Ранее городские парламентарии единогласно поддержали администрацию, приняв обращение к губернатору Краснодарского края, а также к председателям законодательного собрания и краевого суда. Встать на защиту курорта – готовый общероссийский народный фронт. Тем временем готовится иск о закрытии уже завода по сортировке мусора, в который инвестор вложил около 200 миллионов рублей. Если суд удовлетворит эти требования, то город ожидает новая порция экономических и экологических проблем.